Значит, следующий параметр это поле зрения. Поле зрения это угловой размер участка неба в пределах которого могут одновременно регистрироваться небесные объекты. Чем отличается от эффектива? А, смотрите, ну, площадь она у вас получается от диаметра объектива зависит, квадратично, да, то есть увеличили в два раза диаметр объектива, в четыре раза больше это стало. Поле зрения обычно зависит не только от объектива, но еще от окуляра, потому что лучи света, прошедшие через объектив, они еще там дальше преломляются в окуляре. В зависимости от того, какое увеличение вы там получили, мы можем получить картинки разные. То есть, видите, на разных увеличениях с разными окулярами, вот это, скорее всего, плеяда наблюдается, плеяда группа звезд в созвездии Тельца, находящихся. Они как бы, они физически относительно недалеко друг от друга находятся, и угловое расстояние между ними небольшое. И мы видим, что вот здесь четыре картинки, они вообще говоря разные. То есть, вот в эту картинку здесь практически все влезает, все это звездное скопление, а здесь мы видим только центральную часть. То есть, что можно сказать, что вот здесь поле зрения меньше, а здесь поле зрения больше. Вот, но обычно еще с чем связано, что на большем увеличении, когда у нас большее увеличение, у нас поле зрения меньше становится. То есть, мы пытаемся разглядеть меньший участок, ну и, соответственно, поле зрения уменьшается. Но обычно играет, ищет какой-то компромисс, что мы хотим сделать, мы хотим увидеть весь участок, целиком обозреть, либо какой-то его маленький участок. Ну и подбирая окуляры, мы добиваемся этой ситуации. Мы попробуем сегодня это сделать с телескопом, на нем есть два окуляра, соответственно, вы увидите вживую, как поле зрения меняется. Так, следующее, значит, про поле зрения, как его можно прикинуть. Значит, вот эта картинка, она, пожалуй, будет полезна, ее есть смысл нарисовать, но вы знаете, что можно линзу более просто нарисовать. Собирающая линза, как она рисуется? Вертикальная, двойная такая стрелочка, да? То есть здесь можно изобразить собирающую линзу, это объектив. И вот у нас, представим, что у нас есть два луча, два луча, лучи S1 и лучи S2. Мы выбрали два таких луча, которые удобно построить. Они проходят через оптические центры линзы, а значит, с ними что происходит? Они не преломляются. А это действительно так? Или это некое допущение? На самом деле это допущение справедливо для тонкой линзы. То есть мы пренебрегаем толщиной линзы. На самом деле, естественно, преломление там происходит. Вы в курсе, да? Что даже если она в окрестностях оптического центра проходит, то есть смотрите, если мы представим себе, вот у нас линза, вот у нее оптический центр. Я сейчас попробую просто построить ход лучей. Значит, вот он, допустим, луч шел. То есть идея такая, что вот этот луч, вот он первый и луч вышедший, они направлены параллельно друг к другу. То есть вот так бы он шел, если у линзы не было, так вот он пойдет, преломляясь через линзу. Видите? То есть на самом деле внутри два раза преломления, естественно, происходит. Но если линза тонкая, то можно вот этим расстоянием тоже пренебречь. То есть мы считаем, для тонкой линзы, это же абстракция тоже. То есть в физике все на абстракциях построено. То есть там материальная точка, тонкая линза, идеальный газ. То есть кругом как бы какие-то упрощения идут. Но что любой шаг вправо, шаг вплево, он усложняет уравнение, и задачи становятся часто неподъемными. То есть задачка, которую можно на абстракциях школьнику решить там в девятом классе, то реальная задача, она может занимать на десятилетие. Реально решать задачи. Итак, значит, для лучей, проходящих через оптический центр, считаю, что они не преломляются. У нас получается вот такая картинка. Значит, F это фокус. Причем F большое, это фокусное расстояние объектива. Если мы с вами используем не... Мы не с помощью глаза ведем наблюдение, а с помощью фотопластинки или ПЗС-матрицы, то второй линзы у нас здесь никакой нету. То есть мы не используем окуляр, а здесь располагаем какой-то чувствительный элемент. То есть вот здесь в фокальной плоскости ставится либо фотопластина, либо ПЗС-матрица. И на ней, на этой фокальной плоскости, мы получаем изображение. И как она называется эта буква L? L это размер. Размер изображения, да, вот у меня обозначен размер изображения. Так, естественно, картинка эта, она не в масштабе построена. То есть обычно, вот для какого-нибудь характерного телескопа, мы сейчас увидим, вот этот школьный телескоп, у него диаметр объектива составляет 6 см, а фокусное расстояние 60 см. А вот этот размер изображения, который здесь в фокусе строится, он составляет там несколько миллиметров. Соответственно, это означает, что вот этот треугольник, он очень такой вытянутый, угол очень маленький. А для малых углов можно чем воспользоваться? Какой-нибудь там первый замечательный предел говорит, что синус малого угла примерно равен самому углу, раз так, то и тангенс примерно углу. Поэтому мы можем воспользоваться более простым выражением. В большинстве случаев вот это справедливо, то, что внизу написано. То есть для малых углов, которые в реальности, если получается, это так. Так, часто пользуются в расчетах еще таким термином, как масштаб изображения. Масштаб изображения. Даже в всяких задачках, там вам дается какая-нибудь картинка, там какая-нибудь масштабная линейка приведена, что один сантиметр составляет одну секунду угловую. Надо дальше пересчитать, то есть вычислить, определить размеры объекта реального, который мы наблюдаем. Так, здесь размерность получается вот этих угловые единицы на сантиметры, либо на миллиметры изображения. Изображение. Так, формула справедлива. В каких единицах измерения здесь альфа? В радианах. В радианах, да. То есть если мы в градусы подставляем, мы тогда с этой стороны, наоборот, делим, получается, да? Если градусы подставили, делим на 57,3, чтобы радиан получил, да? Если секунды подставили, то надо разделить на 6265, чтобы разделить, да? Здесь мы как раз делим. Понимаете, что там радиан больше, градус меньше, минуты еще меньше и так далее. Ну, просто иногда люди путаются, умножить или разделить. Надо просто взять какой-то предельный случай, посмотреть. Если мы переводим большую единицу в большую, то тогда, естественно, в большую, в меньшую, тогда делим. Да. Ну, вы сами можете просто прикинуть, что это изображение, это какая-то маленькая величина должна быть, размер изображения, это что-нибудь большое, то есть оно может там сопоставимо с метром или несколькими метрами быть, в зависимости от телескопа. Вот, соответственно, если мы тут просто подставим... Да, 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 да. То есть, даже если один градус получился, мы на единичку умножим, предположим, фокусное расстояние один метр, а размер один градус получается. Один на один на один, что у нас один метр там изображение? Да нет, это не так. Мы должны просто себе прикинуть, да? Значит, надо что? Разделить на что-то, да? Чтобы градусы в радиана перевести. Ну, если мы умножим на 57,3, у нас еще больше будет, да? Еще больше. А это более абсурдно. То есть, мы можем просто картинку достроить и представить. Это 10-10 часов, 206. Да, 206265, да, в секунду перевели.